Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодняшний видеоролик это продолжение предыдущего ролика, который совсем недавно вышел на канале, где мы готовили новогодний торт. Также в данном видео буду использовать инструменты и ингредиенты с магазина Тортомастер. Ссылки на эти товары я оставлю в описании под роликом. А вам напомню, что по нашему специальному промокоду ТОРТОДЕЛ действует скидка 5% и ваши покупки станут приятнее. Начну с новогоднего гнома. Слепить его очень просто и я вам дам подробные инструкции. Для изготовления гнома мне понадобится красная и белая мастика, также скалка, линейка, несколько зубочисток, нож, фальш-ярус или как у меня кусок пенопласта, обернутый в пищевую пленку и некоторые инструменты для мастики. Первым делом разомнем красную мастику. От тепла рук она станет податливой и приятной в работе. Для туловища гнома нам понадобится 140 грамм красной мастики. Из красной мастики нам нужно слепить фигурку, похожую как бы на конус, но с приплюснутым верхом. Далее катаем длинную колбаску для изготовления ручек и ножек. Работать с мастикой не так уж и сложно. Можно работать на доске, на пергаменте, но удобнее всего работать на силиконовом коврике. Мастичный жгут должен получиться 0,7 сантиметров в толщину. Ножки по длине необходимо отрезать ровно по 7 сантиметров, а каждая ручка в длину получится по 5 сантиметров. Отрезаем также достаточно крупные кусочки мастики для обуви размером 1,5 сантиметра в длину на 1 сантиметр в ширину. На варежки я отрезаю совсем немного. Для изготовления варежек нужно слепить из мастики овал и сделать разрез для большого пальчика. Далее разъединить ладошку с пальчиком и закруглить немного все формы. Для изготовления обуви нужно из шарика мастики между ладошками скатать вот такую каплю. И на узкой части капли сделать выемку под саму ножку. На месте крепления ножки можно сделать круглым инструментом небольшую выемку. Все то же самое проделываем со вторым ботиночком. Далее необходимо из белой мастики, предварительно ее размяв, изготовить жгут и отрезать 4 небольших кусочка. Каждую часть скатать в шарик. Далее нам понадобится кисть и нейтральный гель, либо водка для приклеивания мастичных изделий. Я же буду использовать нейтральный гель. Промазываем внутреннюю сторону ботиночка. Один из шариков немного сплющиваем и устанавливаем сверху ботинка. И круглым инструментом продавливаем дырочку уже для установки самой ножки. Ножку также приклеиваем на нейтральный гель. Со второй ножкой и обувью делаем все то же самое. Опушку у варежки изготавливаем таким же способом, из шарика. Далее изготовим бороду. Раскатываем не сильно тонкий пласт мастики и вырезаем бороду размером 4 см в высоту и 3 см в ширину. Приклеиваем бороду на нейтральный гель и каким-нибудь острым стеком прорисовываем пряди бороды. Для носа будем использовать шарик из красной и белой мастики, чтобы он получился розовым. Далее изготовим шапку для гнома. Для нее нам понадобится 60 г мастики. Катаем из мастики высокий конус около 7-8 см. Вытягиваем немного края шапки, чтобы она удобно легла на голову гнома. И когда вас устраивает форма шапочки, то приклеиваем ее на нейтральный гель. Чтобы сделать красивые складки на шапке, будем использовать стек звезду. На месте, где планируем сделать складку, прокручиваем инструментом и немного вдавливаем его в мастику с одной стороны складки и также с другой. Таким образом формируются красивые складки на стыке. Далее на этом месте загибаем кончик шапки и на саму макушку клеим бомбон из мастики. Как видите, под бомбон я тоже сделала круглое отверстие с стеком для мастики. Для подворота шапки мне понадобится отрез мастики шириной в 1 см. А по длине ориентируйтесь на диаметр основания шапки. И все так же нейтральным гелем или наводку приклеиваем подворот на шапочку. Как видите, я его заранее отмерила и отрезала. И только потом промазала гелем. Как видите, гном практически готов. Ему осталось приклеить только конечности и немного оформить. Чтобы приклеить конечности, я их немного расплющиваю и промазываю нейтральным гелем. Приклеиваю на свои места. После установки ножек можно их перекрестить. А чтобы они не вытянулись под весом тяжелой мастики, я в пенопласт устанавливаю несколько шпажек. Они и будут поддержкой для тяжелой мастики до момента высыхания. Ручки устанавливаю прямо между бородой и шапкой. Также для тортика изготовим окно в дом гнома. Его будем изготавливать из тех же цветов. Красная и белая мастика. Пласты мастики у меня получаются не более 1 мм. Ножом вручную или по какой-либо форме вырезаем круг. Круг необходимо наклеить на красный слой мастики. Из красного цвета вырезаем тонкую полоску, которую приклеиваем на окно, как бы создавая перегородки. Эти перегородки можно не делать абсолютно ровными. Небольшая небрежность тут будет даже уместно. Немного их придавливаем и нужно будет сделать раму для окна. Для рамы катаю длинный жгут, немного его приглаживаю пальцем, чтобы он сплюснулся. И также промазываем место соединения нейтральным гелем и наклеиваем раму. После того, как рама на месте, нужно ее пригладить еще сильнее, чтобы она красиво закрыла все стыки под ней. Осталась такая мелочь, как снежинки. Для вырубки снежинок буду использовать плунжер разных размеров. Всего мне понадобится около 15 снежинок. Мелкие снежинки приклеиваем на шапку гнома и декорируем их так же, как и самого гнома. Мазками из серебряного кандурина. Кандурин можно развести в водке или в воде. Гном готов и ему нужно немного отстояться перед установкой на торт около 5-6 часов. Далее приготовим воздушные маршмеллоу. Для их приготовления необходимо либо приобрести инвертный сироп в магазине для кондитеров, либо изготовить самостоятельно. Рецепт маршмеллоу и инвертного сиропа уже есть на канале Я Тортодел. Поэтому на них останавливаться я не буду. Но ссылку на изготовление инвертного сиропа и маршмеллоу оставлю в описании под этим видео. Во время приготовления маршмеллоу я решила немного проэкспериментировать и создать из маршмеллоу сугробы. Для этого я взяла небольшую доску, приклеила на скотч ацетатную пленку и так же как и силиконовые полусферы промазала подсолнечным маслом. Масло для полусфер не жалейте, так как вам будет потом проще извлекать маршмеллоу из форм. Для отсадки формы буду использовать круглую насадку и обычный кондитерский мешок. Первым делом отсадила маршмеллоу на экспериментальную доску. И скажу сразу, что результат мне совсем не понравился. Так как маршмеллоу быстро растеклись и сугробы стали просто плоскими. Отсаживаем маршмеллоу в каждую полусферу и я буду использовать три формы разного диаметра. Большие полусферы, средние и маленькие. В конце работать с маршмеллоу становится сложнее. Особенно равномерно распределять их по форму, так как маршмеллоу начинает стабилизироваться. Но неровности можно поправить маленьким шпателем, убрав лишнюю массу с полусфер. Далее отправляем маршмеллоу на стабилизацию. А пока подготовим искристый снег для их покрытия. Чаще всего маршмеллоу покрывают смесью сахарной пудры и крахмала. Но мне нравится вариант, где маршмеллоу покрыты кокосовой стружкой. Таким образом есть ощущение того, что это настоящие снежинки из снега. Кокосовую стружку помещаю в чашу блендера и добавляю небольшое количество сухого красителя. Неважно, краситель будет жирорастворимый, либо водорастворимый. Любой сухой краситель хорошо окрасит кокосовую стружку. Туда же добавляю примерно пол чайной ложки кандурина. Я взяла кандурин под названием белое золото. Кандурин у меня крупной фракции. Кокосовую стружку совсем недолго пробиваем блендером. Необходимо просто добиться качественного смешивания стружки, красителя и кандурина. Также поясню, что для покрытия снежинок буду использовать и белую кокосовую стружку, и голубую. Видео, к сожалению, не передает эффекты искристости кокосовой стружки, но она напоминает морозное утро. Далее извлекаем маршмеллоу из полусфер. Соединяем половинки и полностью покрываем кокосовой стружкой. Для оформления тортика буду использовать не только полностью круглые снежинки, но и полусферы из маршмеллоу. Вот такое оформление для новогоднего тортика у меня получилось. Мне очень нравится, что каждый из фрагментов оформления можно использовать отдельно для разных десертов. А пока вы смотрите это видео, подписывайтесь на канал и также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Также напомним про наш телеграм-канал, про Яндекс.Дзен и сообщество ВКонтакте. Все ссылки на наши соцсети будут, как обычно, в инфобоксе под видео. А я с вами прощаюсь. Желаю творческих успехов. Всем добра.